Правильно ли утверждение Хрущева об авантюристическом характере проводимой при Сталине линиенно-систематическое снижение розничных цен после войны? Неправильно. Это была правильная политика, после войны снижать цены. В народе все это хорошо помнят и воспринимают это хорошо. Молотов очень страдает от того, что стал плохо слышать, а слуховым аппаратом не любит пользоваться. Отмечаем новогодний праздник, а ему неловко за столом от того, что многие разговоры проходят без его участия. Раньше он всегда был в центре внимания. 1,01. 1983. Говорю Молотову, через два года после войны отменили карточную систему. Факт потрясающий. Какая была радость, я помню этот день, 15 декабря 1947 года. Я голодал, меня отвели на площадку для детей-дистрофиков, 6 лет мне было. Дома облизывал фанерную полку, где раньше лежал хлеб. Кто такое пережил, никогда не забудет этот день. В таком состоянии я не был, говорит Молотов, но в ссылке иной раз приходилось поголодать. Мой товарищ Аросев, писатель, мы с ним вместе были, говорит, ну, теперь у нас нечего есть, давай будем сахар. Остатки сахара. Конечно, это постановление серьезное дело. После войны, с 1947 по 1954 год мы 7 раз снижали цены. В 2-3 раза за 7 лет. Это очень хорошо, это же замечательно. А в Англии, карточная система была. 28,04. 1,976,18,08. 1,976 снижение цен, упрочение рубля это была со стороны ЦК и, в частности, Сталина очень разумная и хорошая мера. Но вы должны иметь в виду, во-первых, что в течение всех 30-х годов мы цены повышали. В течение войны они особенно выросли. И до войны у нас другого выхода не было. То и дело по разным поводам предлогам цены повышались. Но не повернуть нельзя, обязательно это нужно было. Постепенно все-таки сокращались размеры понижения цен, потому что, наконец, уже иссякли возможности, но после войны, когда все-таки напряжение немножко спало, это было очень умное мероприятие. А сейчас период во всех странах идет громадное повышение цен в течение уже ряда лет. У нас по мелочам. Конечно, нам всячески нужно заботиться и добиваться того, чтобы мы тоже повернули дело на понижение цен, потому что это более прочная политика. Рубль то рубль, а подготовка к новой войне должна быть огромная. И тут жалеть ничего не надо, пока американцы не жалеют. Мы взяли на себя большую задачу, помочь осуществлению свержения империализма. Это очень дорогое дело. Каждого берет за живое, и, дай бог, чтоб мы все тут сумели. 4,12. 1,973. После того, как Сталин избил меня на пленуме в 1952 году, я был подорван в авторитете, и от меня не зависело избрание Хрущева. Чего Сталин на меня взъелся? Непонятно. Из-за жены это тоже имело значение, но думаю, не это главное. Я не отказывался с Хрущевым работать. Он мне говорил раз за два, давай работать вместе. Давай дружить. Давай. На какой основе? Давай уговоримся. Ничего не получалось, потому что у нас были разные позиции. Ему надо было во что бы то ни стало популярность свою поднять за счет, главным образом, освобождение из лагерей. А я с ним не был согласен, конечно, когда стали реабилитировать откровенных врагов. Когда я ему сказал, на какой основе. Я стал его сдерживать на этот счет. А он не захотел. У нас не могло получиться совместной работы. Микоин с ним наладил отношения. 16,10. 1,980. В том, что Хрущев командовал страной, как отделением направо-налево, его тоже обвинить нельзя. В условиях диктатуры этот недостаток остается. Только при очень большом уме, и все-таки он нет-нет досказывался. Ленин был, конечно, исключением в этом отношении. Сталин очень выдержанный человек, тоже, конечно, имеет свои недостатки. От недостатков никуда не денешься. Не в том дело, что Хрущев не обладал мышлением в государственных масштабах. Конечно, не обладал, само собой. Но он тактик неплохой, человек неглупый, дывалый. Главное то, что он не революционер, вот его главная сущность. С моей точки зрения, его попытка загадить все, что связано с именем Сталина, показывает, что он не контрреволюционер, но он не революционер. Он исходит из чуждой идеологии. А Сталин революционер. Я был в опале, ведь вы это знаете, в последние годы Сталина, вплоть до того, что был исключен из состава Политбюро, это было ловко сделано Сталиным. Я, конечно, не могу с этим согласиться, конечно, имею свое мнение по этому вопросу, но я хочу вас предупредить, чтобы вы учитывали и эту сторону дела. Некоторые взгляды Сталина я критиковал и раньше, и лично ему говорил. Я считаю, что коммунист, член Политбюро, 30 лет там и никакого мнения не имеет, это было ловко. Поэтому, я считаю, меня Сталин и ценил, что я имел как-то мнение, имел понимание в вопросах, но он не всегда со мной соглашался, но я должен сказать, что немало и соглашался. Иначе бы 30 лет мы бы не работали вместе. 16,06. 1977 хозрасчет, прочитал статью Руднева, министра приборостроения и средств связи. Это единственное пока министерство, которое с 1970 года в целом переведено на хозрасчет. Он считает, что это целесообразно сделать и в других министерствах. Я то считаю это вредным делом. Хозрасчет в министерствах. Целыми министерствами. Это синдикалистский такой подход, но автор, министр, совершенно не понимает, теоретической и политической сторон он не касается. Он описывает только положительные явления, ни одного слова о недостатках, ни одного критического замечания. Это уже проскользнуло в докладе Косыгина на партийном съезде, что надо, значит, распространять все дальше хозрасчет. Но по-моему, это очень опасно. А в чем опасность? Опасность. За все время советской власти пока только одно министерство у нас переведено. Хозрасчет у нас распространялся снизу, с заводов до объединений так называемых. Ну, теперь, да и раньше, некоторые являются большими защитниками хозрасчета в цехах, в отдельных цехах, но никогда не допускалось, чтобы министерство переходило на хозрасчет. Почему? Тогда нет контроля над теми, кто увлекается прибылью любыми средствами. Если есть сверху шапка, она может еще в какой-то мере в коллективе эту позицию ослаблять, а если все заинтересованы сверху донизу, все втянуты в одно дело. Тогда кто может их поправить? Нет контроля, все заинтересованы в одном. Автор не понимает просто. Нет теоретической грамотности. И нет политической чуткости. Все смотрят с узкой деляческой точки зрения. А это не узкий вопрос. Если теперь допустить, что все министерства на это перейдут, ведь он хочет и другие министерства переводить, что получится. Каждый себе станет тянуть. Только бы выгода, главная прибыль. Министерства, пожалуй, превратятся в монополии строительные монополии, угольные. Вот он к этому ведет. 15,08. 1,972 политика хозорасчета. Не то, что неверное, но нам надо с ней кончать, а у нас еще раздувают. На какой-то период она необходима, даже неизбежна, а у нас уже захлебываются этим хозорасчетом кандидаты и доктора. 28,07. 1976 хозорасчет. В министерстве Руднева очень расхваливали сторонники НЭПовских настроений. Он где-то не очень выкованный коммунист, доволен этим. Но фактически так было, что он оказался в некоторых вопросах впереди. Это, в общем, положительное явление, когда оно не переходит границы некоторых, а где эти границы указать? Я против того, чтобы все министерства превратились в хозорасчетные, а об этом многие очень мечтали. Это некоторая издача назад, по-моему, КНЭП, а у нас уже напройденная полоса, но мы от него полностью не отказываемся, а все больше ограничиваем его. Иначе нельзя идти к уничтожению классов, а если разворачивать цепь по линии министерств и по отдельным хозяйственным отделам, то получится, конечно, другое направление, не наше. 11,03. По Хрущеву у нас уже должен быть транспорт бесплатный, обеды бесплатно, медикаменты бесплатно. Он показал, что не понимает, что такое социализм, не раздача благ, а это долгий период, когда все точно регламентируется, все точно учитывается, потребление точно выполняется по определенному плану, целый период подготовки к переходу от социализма к коммунизму. Хозерасчет в принципе было бы хорошо, но мы не подготовлены к этому. Дальше одного министерства не пошло. Министерство управляемый аппарат, но фактически трудноуправляемый, и поэтому все министерства нам перевести не удалось. Я к этому относился очень осторожно. Молотов надел пальто на свою коричневую рубаху, и мы пошли гулять. Шесть градусов мороза. Поддерживаю его там, где скользко. Чувствую, что ему это неловко, потому что прохожие смотрят на него. Я опустила руку. Идет свободно, сгорбленно, тыкая в лед остроконечной палкой. Одиннадцати и трех сотых. Одна тысяча девятьсот восемьдесят три. То, что вы называете материальной заинтересованностью, Ленин называл капиталистическим методом. Я могу вам прочитать. У меня это под руками. Вы недооцениваете эту сторону. Насколько вы захвачены всем современным, там, что пишется. Если вы не хотите отличаться от хрущевского типа коммунистов, это очень печально. А пора об этом подумать. А если не подумаете, вырастут другие, которые об этом будут думать, я не сомневаюсь. Я принимаю замечания, говорит Шота Иванович, но я хочу пути искать сейчас. Я вам могу сейчас прочитать. Тысяча девятьсот двадцать второй год. Доклад Ленина на одиннадцатом съезде партии. Отчет ЦК. А вы, конечно, об этом не читали. Давно слышали и давно забыли. Сейчас процитируешь Ленина, не называя, скажут, что искажаешь ленинизм. Может, найдутся и такие, но вы еще не знаете, что я буду цитировать. У нас теперь создаются смешанные общества. Но там смешанные вместе с капиталистическими. Их почти не было. Только начали создаваться. Смешанные общества в данном случае, как и вся наша государственная торговля, и вся наша новая экономическая политика, являются применением нами, коммунистами, приемов торговых, приемов капиталистических. Вот это все он называет приемы капиталистические. Но это, говорят, нужно. Но от них до сих пор не отошли. Вот в этом то все дело. Тут надо понимать. Таким, как Хру Хрущев, это не понять, они мыслят по-буржуазному. К сожалению, у нас мало об этом в литературе. Никто не упоминает, а Ленин об этом сколько раз говорит. Тут устанавливается практическое соревнование способов капиталистических и способов социалистических.